Здравствуйте! Вы смотрите главные новости в студии Анастасия Гришина. Программа замены лифтов в многоэтажках Орла дала сбой жителям ряда домов, в том числе и тех, в которых их заменили, все равно приходилось пользоваться лестницей, а пенсионеры лишний раз старались на улицу не выходить. Жителям новые лифты после установки включали не сразу. Некоторые из них только после вмешательства чиновников и губернатора. В фонде капремонта теперь обещают применить санкции подрядчику, сорвавшему сроки на ряде объектов. Один из таких – третий дом по улице Орловских партизан. И в списке его коммунальных проблем не только лифты. Наталья Пехтерева с подробностями. Менять лифты в этом доме начали осенью 2020 года. И растянули этот процесс на 4 месяца. 11 октября работы эти начались. Завезли оборудование. По два, по три человека придут, побыли и ушли. Побыли, по подъездам побегают, попрыгают и ушли. Ждем. Было сказано, что через месяц будут у нас новые лифты. Но лифтов как-то кровых через месяц не было. Не было через два, три. И сегодняшний день четыре ровно месяца. А вчера только к вечеру их запустили. Четыре месяца пешком ходили до девятого этажа. Очень было тяжело. И вот в конце прошлой недели в ремонтной эпопеи была поставлена точка. Но радоваться было рано. Новое оборудование дало сбой. С седьмого на восьмой этаж пошел с открытыми дверьми. Ну это такое может быть? Человек сел утром ехать на работу на седьмом этаже. И лифт тут вызывают на восьмом. И лифт приехал на восьмой этаж с открытыми дверьми. Но как это так? Как они пускали? Как они испытывали? И я вообще по логике даже не знаю, как это все. Фонд капремонта назначил проверку. Но по ее результатам сбоев в работе нового оборудования не нашли. По адресу русских партизан выезжала обслуживающая организация, которая занимается обслуживанием лифтов. Также уезжали представители подрядной организации. Каких-либо нарушений выявлено не было. Это только в этом конкретном случае. Вообще же нарушения в программе замены лифтов со стороны подрядчиков носят массовый характер. Медленные темпы монтажных работ, отстающие от графика, приемка и проверка. Лифтов случаи не единичны. Исполнение договора должно было закончиться в полном объеме 1 декабря 2020 года. Затяжка произошла здесь еще по части пандемии. Получается, проектная документация была сдана на госэкспертизу. Затяжка более чем полутора месяцев. Причиной виновных назвал руководитель фонда капремонта Владислав Басалаев. Лифты это нашего производства. Это Карачаровский механический завод. Данная организация на территории Российской Федерации себя, конечно, очень плохо зарекомендовала. По словам Владислава Басалаева, сейчас работают все лифты, поставленные в регион. А их за прошлый год было установлено более 90 штук. Последние два запустили в пятницу поздно вечером. Всего за три последних года в Орловской области заменили 239 лифтов. В программе капремонта этого года лифты заменят в 32 домах по всей области. Наталья Пехтерева, Альбина Каунецкис, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Завершен прием заявок на ежегодный региональный чемпионат молодые профессионалы. Он же на иностранный манер WorldSkills Russia. Эти соревнования мастеров и рабочих начинаются в регионах, чтобы закончиться уже на международном уровне. Систему чемпионатов WorldSkills можно сравнить даже с олимпиадой, на которую спортсменов сначала отбирают по всей стране. Сергей Буковский сейчас все расскажет. WorldSkills Russia. С Богом. В самом деле, пятый региональный чемпионат молодые профессионалы, который в скобочках так и называется WorldSkills Russia, реализуется в рамках национального проекта образования. И, видимо, в рамках какого-то проекта небес. И пусть молитв тут не читают, а только технические задания. И поклоны тут не бьют, разве что гнуться к верстаку и рубанку. Но дело задумано богоугодное – восстановление икон. Таково будет одно из заданий по компетенции «Реставрация произведений из дерева». У каждого будет дана иконная доска, будет дан киот с нанесенными одинаковыми дефектами. И вот за три дня должны будем эти дефекты исправить. Чемпионат молодые профессионалы WorldSkills Russia стартует только 24 февраля. Но прием заявок на него уже завершен. И сейчас к чемпионату идет подготовка. А будущим участникам пришла пора пробовать площадки, на которых все и состоится. В этом году у нас планируется вне конкурса участия представителей из города Санкт-Петербурга по компетенции «Облицовка плитки». Наши коллеги, которые готовят поставить на блогу, изъявили желание приехать, поделиться опытом участия чемпионата в Санкт-Петербурге, где-то взять опыт подготовки победителей нашего региона. И вот еще одна площадка. Уютная зала без стружек, пыли и занос. Тут впервые пройдут соревнования по компетенции охрана труда. И соберутся здесь те, кто наметен стать одновременно юристом и Шерлоком Холмсом, что расследуют несчастные случаи на производстве и прогнозируют возможные профессиональные риски. Ну, кроме прочего. Им будет необходимо составить инструкцию по охране труда, составить программу вводного инструктажа и привести его перед группой экспертов. Мы передаем из Орловского деставрационно-строительного техникума. Всего здесь организовано пять площадок для проведения чемпионата. Но в WorldSkills Russia будут задействованы, наверное, все колледжи, техникумы и даже дворец пионеров и ОГУ. Участников будут оценивать 375 экспертов. И это не только наши и даже иногородние педагоги, командированные в Орел. Это эксперты от работодателей. То есть у нас идет прямая зависимость с работодателем, который будет смотреть, как работают наши ребята на площадках. Итак, чемпионат молодые профессионалы WorldSkills Russia – это не только своеобразная форма экзамена. Это возможность приобрести новые навыки, найти работу или поменьше меди. Это олимпиада для рабочих рук. То есть не для спортсменов, а самоделкиных. Даже существует клуб болельщиков WorldSkills. Возможно, зритель тебе все равно. Но зато теперь ты знаешь, откуда в современном сленге взялось слово «скиллы» вместо русских умения или навык. Сергей Быковский, Андрей Погосян, телеканал Первый областной. Подразделения Орловско-Курского региона МЖД в связи с прошедшим сильным снегопадом перешли на усиленный режим работы. Железнодорожники убирают платформные пути, стрелочные переводы и другую инфраструктуру от снега и льда. В круглосуточном режиме. Екатерина Ясная продолжит. Обильный снегопад, прошедший в минувшую пятницу, железнодорожники встретили во всеоружии, что позволило избежать сбоев в графике движения поездов. Имея заранее в начале недели прогноз о предстоящих снегопадах, на регионе был сформирован региональный штаб. Были определены дополнительные решения по привлечению дополнительной техники. Всего в период прошлой недели на выходных на регионе работало 15 единиц снегоборочной техники. Более 400 человек в первой и второй очереди. На расписание движения поездов пригородного сообщения и дальнего следования непогода не повлияла, констатировали в территориальном управлении МЖД. В свое время на принятыми решениями во взаимодействии с дорожным штабом на регионе удалось не допустить задержек ни пассажирских, ни пригородных поездов. Регион работал в нормальном режиме, были обеспечены и выполнены все поставленные задачи. На линию выведена специальная железнодорожная техника – снегоуборочная, снегоочистительная и пневмообудовочные машины. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению. У нас круглосуточный режим работы и сегодня так организована работа, что и техника, и люди будут по восьмичасовым периодам меняться. Кроме этого, для обеспечения питания и обогрева организованы дополнительные пункты питания, подвоз горячего чая, кофе для того, чтобы работники могли согреться. Все сотрудники, работающие на линии, обеспечены необходимой спецодеждой и средствами от обморожения. Хотелось бы еще раз обратиться ко всем, в том же случае, нашим пассажирам, к водителям, чтобы в период такой непогоды особое внимание уделяли соблюдению правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Если родители здесь нет, то держать за руку и отпускать детей. Ну а водителям строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переезда. В территориальном управлении МЖД подчеркивают, что постоянно следят за погодой и при необходимости корректируют количество привлекаемых к уборке снега сил. Даже несмотря на то, что синоптики в ближайшие дни сильных снегопадов не обещают. Катерина Ясная, Андрей Борискин, Первый областной. Это были главные новости в студии. Для вас работала Анастасия Гришина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Гришина